Создание термоусадочных трубок для кабелей в модуле Space Cable. Как известно, основная сфера применения термоусадочных трубок – это изоляция токоведущих проводов. В модуле Space Cable пользователь может добавить термоусадочные трубки для трех возможных случаев. По всей длине кабельного канала или провода. К концу кабельного канала или провода. От кабельного канала к разъему или терминалу. Для того, чтобы иметь возможность добавлять термоусадочные трубки к кабелям, в Space Cable необходимо загрузить дополнительный модуль. На вкладке Application в группе Licensed нажимаем кнопку вызова диалогового окна. В открывшемся окне Modules выбираем закладку Space Cable и ставим галочку напротив Automotive Accelerator. Добавление термоусадочной трубки по всей длине кабельного канала. Переходим на вкладку Automotive, группа команд Shrink Tubes и нажимаем кнопку To Edge. Откроется диалоговое окно Edge Shrink Tube. В верхней области меню располагается окно End Distance, предназначенное для выбора длины отступа от конца кабеля до начала термоусадочной трубки. В нижней части можно увидеть список предлагаемых типоразмеров термоусадочных трубок. Каждый столбец таблицы представляет отдельный параметр. 1. Номер детали, 2. Описание, 3. Название компании, 4. Номинальный диаметр, 5. Внутренний диаметр после усадки и 6. Цвет. Зададим величину для End Distance и выберем типоразмер для термоусадочной трубки. Нажимаем Edge и указываем кромку кабельного канала. Изменим величину End Distance, чтобы видеть как меняется длина трубки. Добавление термоусадочной трубки к концу кабельного канала. Нажимаем кнопку To End в группе команд Shrink Tubes. Откроется диалоговое меню Add Shrink Tube. В верхней области располагаются окна для выбора параметров. On Channel – длина трубки на кабеле и Out Channel – длина трубки за пределами кабеля. Задаем тип термоусадочной трубки. Выбираем длину отрезка трубки на кабеле в окне On Channel и длину отрезка трубки за пределами кабеля в окне Out Channel. Нажимаем кнопку Position и указываем свободный конец кабеля. Можно выбрать другие значения, чтобы подобрать подходящие длины сегментов. Добавление термоусадочной трубки к разъему. Для того, чтобы воспользоваться командами, описанными в первых двух пунктах, нам не требовалось проводить какие-либо подготовительные операции. Но в данном случае необходимо создать дополнительные рабочие плоскости с замкнутыми контурами, на базе которых будет создан лофт-объект в виде оболочки, повторяющей форму разъема или терминала. Итак, создаем первую плоскость. Каждая плоскость будет содержать два контура в виде двух прямоугольников со скругленными краями. Капируем эту плоскость и смещаем ее немного вниз до места, где будет край термоусадочной трубки. Третью плоскость перемещаем над разъемом. В место, где термоусадочная трубка должна переходить от кабеля к разъему. Создаем контейнер внутри разъема в парт-браузере. Задаем имя ShrinkTube. Перемещаем все три плоскости в этот контейнер в парт-браузере. Задаем имена плоскостям в соответствии с порядком следования от разъема к кабелю. Контур на третьей плоскости должен быть меньше, так как это начало следования кабеля и лофт-объект будет плавно перетекать от узкого сечения к широкому контуру разъема. Продолжение следует... Переходите на вкладку Automotive, группа команд ShrinkTubes. Нажимаем кнопку To Device. Выбираем тип термоусадочной трубки. Нажимаем кнопку End Device и указываем кромку кабельного канала. Затем указываем разъем. Важно, чтобы кабель и разъем находились на одном уровне и на небольшом расстоянии друг от друга. В результате можно сформулировать следующие требования, предъявляемые к созданию соединения типа кабель-термоусадочная трубка-разъем. Создание контейнера с названием ShrinkTube как под сборки, входящий в состав разъема. В составе контейнера должна быть более чем одна рабочая плоскость. Максимальное количество рабочих плоскостей не ограничено. Предпочтительное количество 3 или 4. Каждая рабочая плоскость должна иметь внутренний и внешний замкнутый контур. На базе этих контуров создается лофт-объект, идущий от разъема к кабелю. Каждый контур должен иметь 8 вершин. Прямоугольник со скругленными краями. Рабочие плоскости должны именоваться латинскими символами и цифрами в математической последовательности, начиная с той, что расположена в середине разъема, и заканчивая плоскостью, что находится над разъемом, например, 1, 2, 3, 4 или W1, W2, W3, W4 и т.д. Проверка атрибутов. Переходим на вкладку Automotive, группа Command Shrink Tubes и нажимаем кнопку Inquire. Указываем термоусадочную трубку. После этого появляется текстовое окно с информацией о типоразмере выбранного объекта. Разбиение термоусадочной трубки в точке. Обращаемся вновь к группе Command Shrink Tubes и нажимаем кнопку Split Shrink Tube. Указываем точку в месте разбиения термоусадочной трубки. В указанной точке появится разрыв. Для того, чтобы откатить действие назад, можно воспользоваться кнопкой Under. Чтобы удалить один из сегментов, нажмите кнопку Delete и выберите сегмент.